Привет, бои и скауты, с вами Кьюбейт. Это очередная распаковка посылки из США, только на этот раз я не распакую какую-то маленькую коробку или небольшую посылку. Это будет большая посылка, почти 9 килограмм, набитая всякой всячиной, как бы иронично от меня это не звучало. Сегодня посмотрим всё, то есть обычно я как делал раньше. Я распаковывал такую посылку, что-то оставлял для всякой всячины, это мой второй канал, где я делаю распаковки, и что-то показывал. В этот раз я сделаю всё в одном ролике, это будет один большой интересный ролик, чтобы вы могли покушать, попить чай, отдохнуть и посмотреть. Надеюсь, вам понравится, поддерживайте лайком, если вам понравится такой длинный большой формат распаковок. Коробка выглядит вот таким образом, не пугайтесь, это логотип Амазона, сама коробка подобрана под размер, она действительно весит почти 9 килограмм, 8 с чем-то, и там много всего интересного. Вы наверняка догадались уже по привьюшке. Всю эту посылку, все эти вещи мне подарила компания LightMF, за что им огромнейшее спасибо, потому что это вклад в мои ролики, в мой канал и вообще в мою гид-комнату. Из США я заказываю коробки уже несколько лет, у этой компании цены немного дешевле, они позволяют доставлять больший спектр вещей, то есть в этой даже посылке есть кое-что, что они доставляют другие сервисы, и это для меня лично был плюс. Хоть один раз в день меня спрашивают в сообщениях или в комментариях, как можно заказать те коробки, которые ты заказываешь. Берем на примере коробку какую-нибудь Марвел по Веному, допустим, вот я футбол как раз таки оттуда. Вы заказываете ее на сайте Амазон, она приходит на склад LightMF, далее эта компания формирует вам посылку, вы все там, все заполняете, всю информацию заполняете в свой адрес, отправляете деньги за отправку, они отправляют вам ее в Россию или в другую какую-нибудь страну, отправляют вам домой, вы получаете, то есть это посредник, это как ваш друг в США, я уже давным-давно эту схему объяснял, это всегда работает, я так заказываю уже несколько лет, и все посылки заказываю именно таким образом. Ну потому что по-другому никак, к сожалению. Еще раз спасибо компании LightMF за такую посыль еще огромную, я оставлю на них ссылку в описании, погнали распаковывать. Вот так все это дело здесь упаковано, но это чисто я для галочки вам показываю, чтобы вы понимали, вся коробка забита. Первое, что идет в этой посылке огромной, это Тор из Войны Бесконечности, я на самом деле хотел, у меня была такая, знаете, мини-мини мечта собрать всю эту серию и сделать такой большой стенд, но это, во-первых, дороговато, во-вторых, не все фигурки сейчас еще вышли, там, по-моему, Паук из Войны Бесконечности еще не появился в продаже, он только в декабре появится и так далее. В общем-то, выглядит это таким образом. У меня есть уже фигурка из этой серии, это Дракс с Грутом, вот здесь они стоят, вот они. Это же компания, это же вся система, но только не по Войне Бесконечности, а по вторым стражам. Упакована фигурка была на славу, здесь есть еще большой флайер с другими фигурками, как я понимаю. Давайте взглянем, по Войне Бесконечности есть Дракс... Стоп, здесь написано, что Дракс с Грутом это по Войне Бесконечности, на самом деле это не так. Так, это под стражем вторым, я точно помню, распаковывал, делал распаковку на всячине, но ладно. Есть по защитникам с Рави Голова и Люк Кейдж и Каратель даже из Нетфликса, хотя Каратель не появлялся в защитниках. Ну, то есть, видимо, логотипы они... А зачем-то не знаю, зачем они здесь составляли. На обратной стороне у нас тоже очень много различных статуэток, все они... Ну, нет, не все они выглядят шикарно, некоторые из них хорошие, некоторые из них выглядят чуть похуже. Мне понравилась конкретно эта статуэтка, я такой, блин, ну он на картинке прямо очень точно выглядит, я хочу его себе. И вот он, этот красавец уже у меня в руках. Он на самом деле не очень тяжел, давайте покажу вам его поближе. Сама статуэтка выглядит отлично, мне нравится детализация, в целом за ее цену все хорошо смотрится, и есть даже небольшая такая подставка в виде диорамы, то есть это все можно соединить, как я понимаю, сделать одну большую картинку. И мне не нравятся единственные глаза, наверное, то есть они как-то слишком непонятно смотрятся, на картинке было получше. Но остальное, плащ какой-то очень странно порван... Нет, он не порван, он просто из-под брони вылезает. Молот, как он его поднимает, молнии все эти. Мне действительно нравится, и это очень хорошо будет смотреться на полке, особенно где-нибудь сзади. Ну или я найду место, не переживайте. В общем, вот так он выглядит с моей головой, посмотрите. По-моему, отлично. Ну и чтобы воссоздать ту самую сцену с Тором и Таносом, я взял еще и Таноса. Из этой же коллекции, тоже по Войне бесконечности, он тоже на картинке выглядел очень сочно. Я на самом деле ломался внутри себя, я ломал себя же, и выбирал, какие мне фигурки стоит приобрести. И, в общем-то, Тор и Танос пали в итоге передо мной. В коробке с этой статуэткой тоже идет флайер, но на самом деле интересного там ничего нет, потому что он точно такой же. Есть маленькая проблема. Эта статуэтка масштаба не такого, как Тор. То есть, если их рядом поставить, Тор будет такого же размера. Что, с одной стороны, ну окей, они как бы одинакового размера. С другой стороны, ты понимаешь, что Танос-то должен быть по масштабнее, немного покрупнее. В итоге они получаются одного размера, это странно. Что касается детализации, мне очень нравится перчатка, сделана хорошо, все камни видны, все цвета верные. Дальше мне нравится кожа, мне нравится броня, то есть она такая, знаете, вся ребристая. У него немного выглядят странно губы, они какие-то слишком фиолетовые, как будто накрашенные. Но, в целом, неплохая детализация, опять же, для этой цены. То есть, если бы мы брали какой-нибудь, не знаю, Hot Toys фигурку, там, конечно, все на уровне, но она стоит в разы, в разы дороже, чем вот эта. В целом, я действительно доволен Таносом, я, опять же, на картинке оно смотрелось чуть-чуть сочнее, но так всегда. То есть, реклама, она всегда смотрится немного лучше, чем оригинал, чем реальность, но выглядит хорошо, и это тоже пойдет на полку. Наверняка, если вы смотрели сейчас, когда я показывал всю коробку, вы заметили пару фанко-фигурок, и я их действительно заказал. Одна по Аквамену, которая выходит 13 декабря, другая по Человеку-пауку через вселенную, которая выходит 13 декабря. Удивительно. Она у меня уже есть. Так совпало, что вообще эту фигурку я заказал быстрее, но мне подарили такую же фигурку вместе с другими по этому мультфильму, и я показывал уже на всячине. То есть, абсолютно такая же, я такой думаю, блин, она классно выглядит, но, в общем, теперь у меня их две. Я хотел эту разыграть, но я даже не знаю, наверное, я все равно ее разыграю, но... Есть единственный минус, что, конечно, меня сразу расстроило, это помятые края этой коробки. То есть, коробка повредилась, и это не круто. Я много раз... Ну, ладно, не много, несколько раз у меня были случаи, когда из США мне что-то приходило помятое, разбитое или еще что-нибудь, и это всегда неприятно. То есть, ты получаешь посылку, это для меня какой-то особый ритуал распаковывать посылки, тем более я делаю это на видео, и ты сразу... Ну, у тебя настроение падает, как, знаете, в какой-нибудь игре. Сразу хочу объяснить. Я прекрасно понимаю людей, которые сейчас такие... Так, коробка немного помята, но внутри-то все цело, чего ты паришься, парень? Дело не в этом. Фанкопоп — это фигурки, которые как раз-таки отлично смотрятся в коробке, как бы это странно ни звучало. Например, я сейчас показывал Таноса и Тора, они красивые именно без коробки, потому что коробка, ну... А фанко-фигурки, они вот где вы бы не видели, везде какие-нибудь коллекции, что-нибудь еще, они все будут стоять в коробках, потому что они так красиво выглядят. У них очень стильные коробки, у них всегда они красивые, со всеми фишками. В общем, коробки реально выглядят красиво, поэтому все хранят их именно в коробках. И это очень важно. Конечно, с самой фигуркой здесь все отлично, она потрясающе выглядит, сама фигурка потрясающая, эту сцену я уже видел в мультфильме, потому что я был на Кумиконе в Париже, я смотрел, я общался с режиссерами. Опять же, если вам вдруг интересно и побольше хотите узнать об этом мультфильме, переходите вот здесь по подсказке. Я был реально в Париже, реально брал интервью режиссеров, реально видел полчаса этого мультфильма, так что заходите, посмотрите, для меня это важно. И вторая фигурка, которая была в коробке, это Аквамен, и, к сожалению, она тоже помялась слегка. У нее повреждений у самой коробки меньше, чем у Человека-паука. Кстати, что забавно, взгляните, на коробке у Трезубца есть даже специальная насадочка, чтобы он не поломался при транспортировке или еще чем-то. То есть, это офигеть, я впервые такое вижу. Это выглядит здорово. Сама коробка очень стильная, такая все бирюзовая, водяная, я прям тащусь от этого. Очень жду Аквамена, надеюсь, что получится классным. Единственное, что меня смущает, что Трезубец здесь оранжевого цвета, хотя он должен быть желтый. И здесь он почти реально весь оранжевый, это очень странно. Броня должна быть оранжевая, а вот Трезубец должен быть желтым, таким, ну, золотым, каким он и должен быть, по сути. Что касается фигурки, она потрясающая. У меня уже несколько фигурок Аквамена по разным фильмам, они все смотрятся классные, какие-то эксклюзивные, какие-то нет. Это мне очень нравится, с фигуркой все отлично, но, опять же, коробки, это не круто. Если будете заказывать, и вы знаете, что у вас фанка, берите, может быть, дополнительные упаковки, какие-то пупырки. Там есть комментарии на сайте, пишите, не удаляйте оригинальные коробки, потому что изначально из магазинов, где вы будете заказывать, фанка приходит в любом случае в каких-то упаковках, в каких-то коробках, и пускай вы немножко переплатите, но вы получите целый товар. Хотя звучит очень странно, вообще изначально об этом должен заботиться сам сервис. Но следующее, что идет в этой коробке, это официальная перчатка бесконечности от Marvel, коллекция Legends, и это офигенно. У меня есть уже шлем Железного Человека, шлем Старлорда, далее что-то еще, мне кажется, было. В любом случае, я еще хотел купить маску Черной Пантеры, ну, шлем Черной Пантеры. Но теперь у меня есть перчатка бесконечности, которую я очень долго ждал. С ней у меня прям серьезно есть большая история, как я пытался ее получить, когда только стало известно, что эта перчатка выйдет. Я такой, вообще замечательная, я ее хочу, разумеется. Я ее предзаказал на eBay за 100 долларов, на нее цены поднимались, ее раскупали. Ее постоянно не было в продаже, потому что все хотели взять эту перчатку. И она раскупалась, я сделал предзаказ, ждал. В итоге прошло несколько месяцев, мне ничего не прислали, я так и не понял, что там произошло, почему. Так, в общем-то, я писал продавцу, он просто игнорировал. В общем-то, мне удалось вернуть деньги, на этом хорошо. То есть, я выбрался из этой ситуации. Далее я думал, как же мне купить? Я отправился в Париж, как раз-таки, где я был на Человеке-пауке Череселенной. И там была, там были эти перчатки, их было полным-полно. Но я боялся их покупать, потому что коробка вот такая большая. Я не знал, смогу ли я нормально довести все это до Таганрога, чтобы вы понимали, это нужно несколько самолетов перелететь. И, в общем-то, ну, могли бы с этим быть проблемы. Так что я повременил, но я, наконец-то, ее получил. Наверное, почти год, ну, нет, не год, но больше, чем полгода прошло. И я, наконец-то, захватил эту перчатку. Давайте ее откроем. Вот такая-то бандура. Ну, она действительно, наверное, один к одному. Посмотрите, вот моя рука. И вот рука Таноса. Снимаем, вот так она выглядит. Она слегка, хотя, наверное, и должна быть такого цвета, она не должна блестеть каким-то, не знаю, золотым оттенком, знаете, прям, как какое-то сокровище. Нет, наверное. Сейчас я возьму. Воу, здесь очень-очень забавно сделано управление. Как ее отогнуть теперь? Здесь внутри кольца, за которые я как бы цепляюсь, и пальцы разгибаются. А как? Как это обратно согнуть? А, вот так это делается. И здесь, скорее всего, нужны батарейки, потому что Марвел все время с этим обламывает. Сейчас гляну инструкцию. Теперь нажимаем, наверное, сюда. Прикольно. Кстати. Воу. Кстати. Смотрите, оно так работает. Удивительно, каким образом. Когда я загрузил батарейки, вы сами видели, что когда не было батарейки, я согнул и не мог разогнуть, только эта кнопка помогла. Теперь это работает. Как они это сделали? Здесь звуковой эффект есть. Вообще, посмотрите на это. Она на самом деле отлично светится, потому что у меня просто еще освещение стоит, но так все замечательно. А, нет, это я тормоз заработал, потому что если включить вот эту кнопку, то теперь можно сгибать и разгибать. А если сюда сделать, то согнул, а уже разогнуть не получится. Я могу с этим играться бесконечно. Иронично. Идем дальше. Следующее, что идет в коробке, это моя прелесть. Это голумский фанкопоп завтрак. Но их невозможно никак доставить, потому что сервисы отказываются доставлять еду. И в России они не продаются, так что вот как-то так. И в каждой коробке еще идет своя эксклюзивная фигурка фанка. Давайте поподробнее рассмотрим коробку, потому что я не уверен, в России вообще были ли обзоры вот этого завтрака. Сзади у нас есть мини-игра, вообще во многих завтраках такое есть. Пока ты, например, как раз таки завтракаешь утром, можешь пройти лабиринт. Есть сам персонаж фанка, Фредди фанка, который рассказывает, что и как. Далее по бокам у нас голум, который держит якобы кольцо. На самом деле это колечко как раз таки этого завтрака. В общем-то коробка зеленая, в цветах голума, все что нужно. Давайте распаковывать и смотреть, и конечно же пробовать. Сам завтрак выглядит вот так, фигурка выглядит вот так, то есть она в упаковке. Давайте взглянем на нее поближе. Ну здесь голум, такой же какой указан на коробке. Он без кольца и он разозлен, что нет кольца, волосы вот эти ужасные. В общем-то это выглядит очень мило. Конечно, если бы я жил в США или где продаются эти завтраки, было бы прикольно пособирать разные коллекции, разных франшиз. Там их огромное количество. Так что, ну это для фанатов фанка вообще замечательно. Ну главное, конечно, как они на вкус. Самое классное, что эти колечки долгое время остаются хрустящими. То есть они не сразу размокают в молоке, они держат свою форму, они хрустят. Это самое офигенное завтрак, по-моему. И опять же вкус сохранился, он стал только ярче вместе с молоком. И в целом это офигенно. Мне кажется, вот упаковки хватит на сразу, ну не знаю, раза три, может быть четыре. И в целом она стоит примерно как и фигурка фанка. Короче, по-моему неплохо. Ладно, сейчас я буду в этом разбираться. Как вы понимаете, я в тематичной футболке. Плюс это отлично будет дополнять мой костюм Венома. У меня есть шапка с Веномом. В одной из коробок получил. Далее у меня есть свитшот, не знаю, толстовка от индивида, в которой есть маска. И, короче, можно вообще полностью превратиться в Венома. И теперь у меня есть еще вот такой веномизированный рюкзак. И, по идее, он же должен быть еще... Еще вот сейчас, погодите, самое классное. Покажу сразу же. Тут есть зубы внутри. И он красный. Короче, это пасть Венома. Я его собрал. Выглядит он вот таким образом. То есть, видите, он в форме. Он держит свою форму. Он не сгибается. Он такой очень прочный. И черствый даже, скажем так. Его можно надеть. Я, кстати, не пробовал еще это делать. И буду сейчас о нем рассказывать, потому что я еще не до конца разобрался в карманах. Ну, то есть, выглядит это каким-то... Вот таким образом. Давайте разбираться. Заказал я его на сайте BoxLunch. Стоит он 60 долларов, что очень, очень немало. Так что сейчас будем еще тестить карманы. Там есть другие рюкзаки. Там есть и по войне бесконечности рюкзак Человека-паука, Железного Паука. Он тоже классно выглядел. Но меня... Я вообще изначально увидел только рюкзак Венома. Где-то в интернете нашел его на сайте. Такой, вау, это офигенно. Я очень его хочу. В итоге, спасибо большое Lightemers за то, что мне его подарили. Это реально очень круто. И он теперь у меня. Там много рюкзаков разных есть. Но мне приглянулся этот больше всего, потому что он самый оригинальный. Ты раскрываешь и там пасть Венома. Что может быть лучше? Разумеется, там есть специальное отделение для ноутбука. Здесь есть специальные застяжки, куда все можно тоже поскладывать. Здесь для воды тоже есть по бокам. Давайте смотреть карманы теперь подробнее. Да, во-первых, что касается внешнего вида. Он весь такой веномизированный. То есть, вот эта вот черная жижа, он покрыт от рюкзака всем этим. У него очень плотный низ. То есть, он, знаете, такого из плотного материала. Это не кожа, разумеется, но что-то такое серьезное. Вот, так что он там не промочится, ничего. А сверху, я не знаю, вряд ли он там ворозащищен или что-нибудь такое. Самый логотип Венома хороший. Тоже как будто сделан под кожу. Классно выглядит, здорово. Что касается остального, здесь два кармана снаружи. То есть, это для воды такие сеточки. Далее есть на лямках тоже вот такие зажимчики. Здесь можно, не знаю, что-нибудь положить. Это черт знает. Здесь можно подзатянуть. Здесь есть такая маленькая ручка. Логотип Marvel для спины. Подушечки, чтобы вам было комфортно. Очень мягкие, хорошие. Ну, формы я вам уже показал. Давайте раскрывать. Есть маленький карман вот такой. То есть, когда вы его открываете, у вас получается пасть Венома. Это карман просто сверху. То есть, вы здесь самые быстро нужные вещи. Короче, вы положили сюда телефон. Там, не знаю, пауэрбэнк, очки, что-нибудь такое. То есть, что вам нужно быстро достать. Это карман быстрого доступа. И рюкзак вообще раскладывается. То есть, это по типу багажа. Вы можете его раскрыть полностью, укомплектовать, а потом закрыть. И, ну, это действительно удобно. У меня рюкзак похожим образом открывается. Рюкзак очень мягкий внутри. И это сделано для ноутбуков, чтобы они не царапались. То есть, вот это отделение для них. Здесь есть специальная лямочка. Она здесь, я так понимаю, как-то регулируется, наверное. Вот, да, да, да. Вот таким образом вы сюда кладете ноутбук. Короче, он никак не выпадет. Сделано круто. Здесь есть большой карман. Здесь можно положить все, что угодно. Обычно я сюда флешки засовываю или что-нибудь такое. Здесь куча, куча, куча вот этих резиночек, чтобы ручки, карандаши, все, что угодно. Опять же, флешки, еще какие-то мелкие детали. Здесь есть маленькие кармашки. Далее, здесь еще больше таких мелких стяжек, где вы можете зажать там пауэрбэнк или провода какие-нибудь. То есть, все это организовать можете сами. Кстати, вот сюда отлично вместится пауэрбэнк. Ну, я не говорю о том, что это само по себе, сам большой карман, куда вы складываете. Здесь есть еще кармашек. Вот здесь такой мелкий. Ну, здесь еще кармашек возле ноутбука. И, в общем-то, вроде бы все. И потом это закрывается. И он очень плотный, прям серьезно плотный. Тут чувствуется сразу много материала. В итоговой версии, когда вы еще и сложите туда много вещей, то рюкзак получится нелегким. Но он шикарно выглядит. И он действительно комфортный, такой удобный, прочный. В общем-то, я вообще в восторге. И тем более, выглядит офигенно. Теперь, наверное, это будет мой основной рюкзак. И последнее, что было в этой коробке. Это коллекционное издание Batman The Animated Series. То есть, это мультсериал Batman. Тот самый легендарный. Это, наверное, лучшее, что делала когда-либо DC, связанное по своим франшизам. То есть, мультсериалы, фильмы и вообще все-все остальное. Я тащусь по этому мультсериалу. Я его люблю всем сердцем. Поэтому я захотел такое издание. Тем более, здесь есть Фанка маленькие фигурки Dorps. Что касается еще... Да, я, кстати, жду Аквамена, конечно же. Но! Коробка помята. И я уверен, что она не была так доставлена в компанию Light MF на склад. Если так, то я извиняюсь сразу за свои. Беру свои слова обратно. Но коробка помята, это печально. Вот это гораздо печальнее, чем у Фанка. Потому что стоит это дороже. Это еще и лимитированная версия. Здесь на обратной стороне есть маленькая наклейка, которая говорит, что это 4897 экземпляр из 69048. Очень странное число экземпляров здесь подобрали. Сюда входит сразу все сезоны, все диски. Сюда входит, я так понимаю, артбук. Короче, всякие штуки, фигурки. Сейчас будем это распаковывать, смотреть. Но я просто в шоке от того, что это помялось. Я надеюсь, могу это выровнять, но я сильно расстроен, если честно. В общем-то, вот так выглядят три фигурки. Давайте покажу их поближе. Они все-таки, знаете, увесистые. Это Бэтмен в таком классическом серо-синем костюме. Это Харли Куин, которая впервые появилась в этом мультсериале. Ее придумали для этого мультсериала. После этого персонажа популярен. Ее образ узнаваем. Ну и, конечно, Джокер. Шикарный, с гипнотизированными глазами. У меня есть такая даже фанка-кружка. Во-первых, есть такой конверт. Давайте взглянем, что в нем лежит. Ага, здесь... Оу! Это что-то типа... Я не знаю, даже это карточки, а они 3D-шные. Офигеть. Офигеть. Это 3D-шные карточки. Какие же они клевые. Вы просто на это посмотрите. Не знаю, вам видно как-нибудь. Это просто... Это фантастически. Упаковка мне тоже очень нравится. Ума не приложу, зачем они мне будут нужны. Их, конечно, можно повесить в рамки. Очень много рамок сделать, красиво все это оформить. Ну, не знаю. Ну, в общем, это прекрасно в любом случае. Следом идет вот такой небольшой, но офигенно красивый слипкейс. В котором как раз-таки и находятся все блю-рей диски. Он открывается... Ну, вы достаете оттуда мини-книгу, он открывается. И это уже некий арт-бук. Я не знаю, это выглядит потрясающе. Здесь сразу много дисков. Конечно, диск первый. Диск второй. Везде разные персонажи. Очень похоже на коллекционку Бэтмена 60-х годов, которую я очень давно распаковывал. Диск третий. Диск четвертый пингвин. Диск пятый Харли. Диск первый. Это уже второй сезон пошел. Диск второй. Третий сезон пошел. И бонусный диск есть. Потом дальше полнометражный мультфильм Бэтмен, Маска, Фантазма. Дальше тут есть код для активации диджитал копии всего вот этого вот коллекционного здоровского. Короче, на каком-то сайте. Я попробую это активировать. Наверное, не получится. И вы сейчас код увидите на экране, потому что это работает только в США. Дальше еще... Или одна полнометражка, я что-то ее не помню. Бэтмен и Мистер Фри Сабзиро. И, в общем-то, на этом все завершается. Это очень красиво. Как они классно все оформили. Посмотрите только на это. Такая маленькая штуковина. И здесь блю-ре диски. Восхитительно. И на этом эта мега посылка завершается. Больше ничего нет. Коробка совершенно пустая. Я показал сегодня много вещей. Снимал это видео довольно долго. Надеюсь, вам понравится. Я прям серьезно надеюсь. Я распаковывал все, показывал. Постарался поподробнее. И вы поддержите лайк. И мне будет действительно очень приятно. Опять же, в описании я оставлю ссылку на LightMF. Хоть они немного накосячили с Фанка и с Бэтменом. Но в целом они действительно делают дешевле. Делают быстро. Делают классно. Доставляют из США. Если хотите, попробуйте. Я постараюсь уговорить их на какой-нибудь промокод на скидку для вас. Ну, там уже в описании я подробно укажу, что и как получилось или нет. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии, что вы думаете. И, конечно же, прожимайте колокольчик, чтобы новый ролик не пропускать. Потому что много всего интересного впереди. Вы сами знаете. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok